Певица Алла Пугачёва без парика. Смотри, пока не удалили. Желая отметить приход весны, в канун 75-летия Алла Пугачёва решила прогуляться по яхте со своей подругой. Своим поклонникам она представила видеоролик в социальных сетях, где была без парика, что стало неожиданностью для многих. Мы классно отметили первое воскресенье весны. Спасибо всем за цветы, поздравления и ежедневную радость от моих преданных поклонников. Мы продолжаем жить и можете не беспокоиться за меня, заявила Примадонна. Реакция поклонников на видео была разнообразной. Одни были рады видеть Примадонну здоровую и счастливую, в то время как другие даже и не собирались беспокоиться о ней. Комментаторы также отметили, что Пугачёву трудно узнать, она не настоящая, и её заменили. Она скачет на яхте с распущенными волосами, с блуждающим взглядом и даже язык высовывает. В честь своего 75-летия Примадонна представила клип на новую песню «Не беспокойся за меня». Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что несмотря на это, история Пугачёва для него закончена. По его мнению, певица уже ушла далеко в прошлое, и пора забыть о ней. После отъезда Пугачёва из страны, две её конкурентки возвращаются на российскую сцену. Свято места пусто не бывает. Кто же заменит Примадонну? На отечественную эстраду собираются вернуться две известные певицы Лада Дэнс, Лада Волкова и Маша Распутина. Последняя с воодушевлением сообщила, что возобновляет гастроли по России. «Я хочу заявить всей стране, всем своим зрителям, всему своему народу, что я возобновляю свою концертную деятельность. Ура, ребята!» Дэнс тем временем в мае текущего года зарегистрировала ООО «Бэйби Дэнс», которое будет заниматься изданием песен и исполнительским искусством, то есть организовывать частные выступления и концерты. До этого певица закрыла своё ИП. При этом она не закрыла долг перед налоговой службой, которая составляет 300 тысяч российских рублей. В 2016 году Дэнс показала пародию на Примадонну в рамках шоу «Точь в точь» «Суперсезон», исполнив хит «Пугачёвой настоящий полковник», после чего Ладу стали называть преемницей Аллы Борисовны. Музыкальный критик Сергей Соседов как-то обмолвился, что мадам Брошкина ревновала Распутину в сцене, а поэт-песенник Леонид Дербенёв называл Машу главной конкуренткой Примадонны и с удовольствием писал для неё хиты. По мнению соседа, Распутина в вокальном плане превосходила Пугачёву, поскольку могла петь на расщеплении звука. Шоумен Стас Борисский заявил, что намерен снять сериал о жизни Примадонны с её муженьком в деревне Грязь и озвучил, кто будет играть главные роли.